Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Токсикул. Вот такая вот у меня шелковица. Видите, хорошенькая, вкусненькая. Сегодня будем делать с нее вино. Сейчас я покажу как. Так, ребятушки, вот натрусили мы шелковицу. Видите, здесь и здесь. Трусить самое лучше какое-то старое рядно, покрывало, гордины, шторы, либо же клеенку. Расстилать и натрушивать. Будем, ребятки, взвешивать и делать на килограммчик, чтобы вам проще было считать и рассчитывать. С одного килограмма, если у вас есть два, то умножили на два, если три, то на три и так дальше. Так, ребятки, теперь берем нашу шелковицу, берем эмалированную посуду, у меня это будет ведерочка, можно кастрюлю. Высыпаем килограмм нашей шелковицы. Так, килограммчик высыпали. Так, ребятушки, теперь отмеряем пол килограмма сахара, который нам понадобится. И наливаем трехлитровую баночку воды. Если у вас хлорированная вода, то лучше, чтобы она отстоялась, либо же закипятить ее, и потом, чтобы она остыла до комнатной температуры. Ну, а я налью вот такой водички, артезианской, с аппарата по гривне 50. Теперь, ребятки, нашу шелковицу нужно вот так вот помять рукой. Ни в коем случае не мойте ее, она содержит природные дрожди на себе, так как и виноград, и вишня. Вот, разминаем ее хорошенечко рукой. Блендером не надо, потому что вы можете косточки вот эти меленькие перебить, а это нам не нужно в труху ее перебивать шелковицу. Просто вот так рукой, либо же просто толкушечкой какой-нибудь там, то, что вы пюрочечку себе толчете, толчоночку. Так, теперь полкилограмма сахара наши всыпаем сюда, который мы отмерили на килограмм, повторяюсь, шелковицы. Тоже это все переминаем. Вот так вот наше дело. И я вам должен сказать, что в шелковице вино очень вкусное. Я его пью, оно, конечно, классничое, ребятки. Оно суперовое. Ну и хотелось бы отметить, что очень просто его делать. Видите, на килограмм шелковицы полкилограмма сахара. Если у вас 2 килограмма шелковицы, значит килограмм сахара. И вот на килограмм шелковицы нам понадобится 3 литра воды. Наливаем сюда. Раз. Чипс. И все это дело перемешиваем. Перемешали сахарочек наш, да, чтобы он на дне там не стоял. Теперь это все дело закрываем крышечкой, либо же марлечкой натягиваем сверху и оставляем на 3 дня, ребят. Так, ребятки, я вообще вот так вот накрыл тарелочкой и все четенько. Теперь спустя 3 дня мы что должны с вами сделать? Все, я покажу в следующей части. Я убираю, ребятушки, вот видите, в кухне, прямо, собственно говоря, на шкаф, наверх. И все у меня там стоит. Здесь вишневое вино, здесь шелковичное вино. Ждем-с. 3 дня. Так, ребятушки, ну что, вот наше шелковичное вино простояло 3 денечка. И теперь мы берем всю эту шапочку и выливаем вот сюда сито. Сито с мелким отверстием, поэтому косточки туда не попадут. Если у вас есть дома марля, можете взять еще и марлю. У меня просто сейчас нет дома марли. И взять ее негде. Вот, так что я играюсь. Можно сразу с ведра. Давить здесь ничего не надо. Само здесь все стечет. И мы с вами перельем все это дело наше. Вот в такую чудесную баночку. Уже перчаточки приготовил под гидрозатвор. В общем, ждем, пока стекает. Ну вот, ребятки, видите, можно вот так вот покрутил, покрутил. И все стекает. Косточки, видите, меленькие остаются все здесь. Ну, пока уберем мисочку. Теперь берем, здесь мы делали вишневое еще вино. И переливаем наш бутыль. Если капля хоть одна будет пролита, бутка будет набита. Сюда мне говорили. Поэтому ни одной капли не проливаю. Посмотрите, какой цвет классный. Просто супер, гляньте. Сейчас не похвастаюсь. Смотрите, какой цвет шикарнячий. Ребятки, вино получается у нас суховатое. Я буду добавлять еще полкилограмма сахара. Для того, чтобы оно получилось полусладкое. Кто хочет, добавляйте полкилограмма сахара. То есть, берем вот эти полкилограмма сахара. Сюда добавляем. Размешиваем и переливаем сюда в нашу банку. Так, ребят, теперь сахарок добавили. И переливаем наш бутылочек. Так, теперь, ребятки, я для вкуса. Сними сюда. Делали мы вишневое вино. И для того, чтобы лучше бродило с сахарочком, я туда и для вкуса, для нотки такой, добавил косточки с этого вина. 10 штучек. Вы можете добавить 10 сухих, собственно говоря, виноградин, который называется изюм. Сюда бросайте. Косточка выглядит вот так. Просто вишневая косточка. Все, добавили. Ну, как вариант. Что вы выбираете, чтобы оно было, собственно говоря, покрепче. Потому что я люблю винишко покрепче. Так, теперь сюда мы берем протерные сухой тряпочкой. Раз! Перчаточку нашу с вами. И для того, чтобы было все это дело покрепче, кстати, воздух выпустите так вовнутрь, как лайфхак вам, видите? Чтобы самому справляться. И скотчем, чтобы наша перчатка не слетела. Потому что бутылок под завязку у нас получился. Вот, чтобы перчатка не захотела слететь, мы вот так вот усиливаем все это дело. Ну, я вам скажу, это не обязательно, ребят. Люди делают, собственно говоря, и без нее. И теперь наша... Так, ребятки, не забываем. Чуть не забыл. Теперь берем и иголочкой пробиваем наш... Ну, не наш, а пальчик в перчатке. Все, раз. И гидрозатвор готов. Перчаточку так в сторону убрали. И убираем нашу вину. Теплое, желательно, темное место. Где-нибудь на кухне. А пока мы с вами наливали, делали это венцо. А вишневое уже, посмотрите, как шикарно надулось. Просто пушечка, ребят. Так, ребятушки, вот стоит наше вино. Вот так вот понадувались, собственно говоря, наши перчатки. Не забываем про вот такую вот шлангочку. Ну, любую можете, да, там, в аквариумном магазине купить. Где-то еще гидроуровень можно использовать. Вы ее вот таким образом опускаете, чтобы, собственно говоря, на дне, который осадок будет, не затягивать. А постепенно, сверху, вот так вот, идя вниз, пока не дойдете до, собственно говоря, осадка, сливаете, по бутылочкам разливаете, ребят. В среднем, где-то, перчатки эти надуты от месяца до 70 дней. Где-то примерно так. Кстати, ребятки, рассказываем лайфхак. Кто любит вино покрепче, тот может, собственно говоря, когда уже начнут спадать вот эти вот перчатки вниз, да, опускаться, не такие будут надутые, просто-напросто взять, добавить по вкусу туда сахара, чисто по вкусу, как вам нравится, одеть обратно перчатку, и тогда, когда перчатки уже опустятся, разливать по бутылочкам и в погреб, ребятки. Всем добра, бабла. Можно пить сразу, а можно подождать до Нового года, тогда она настоится, будет вообще крутятская. Всем добра, бабла, позитивно, подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки, лайки, пишите обязательно комментарии, также, кому интересна страховочка со скидочкой, внизу в описании будет мой промокод ТОКСИКУЛ-21. Подписывайтесь на ТикТок, Инстаграм и Телеграм-группу. Всем добра, бабла, вкусных спиртных и не спиртных напитков и мирного неба на налогах. Всех обнял. Спасибо.